Что такое счастье? Счастье — это наша с вами жизнь, проживаемая в прекрасной работе, которую ты любишь, и с прекрасными людьми, которых ты любишь, ценишь, уважаешь. Вот это и есть, наверное, тот небольшой рецепт, который для каждого человека... Сама жизнь — это подарок, правильно? Потому что поэтому это само по себе счастье. А люди, которые близкие, находятся рядом с тобой, это тоже счастье, потому что семья, дети, родители. И плюс еще для мужчины эта любимая работа, естественно, не какой-то момент ее, где-то какой-то удачный концерт или удачная песня, а вся жизнь, то есть вся жизнь, работа, какие-то удачи, какие-то неудачи мелкие. Все это составляет жизнь, наверное, вот это и есть. Так вот, такой развертый ответ счастья для меня лично. У меня нет такого, что вот один какой-то поэт, я считаю, непредзойденным как бы мастером слова вообще поэзии, родоначальником, то, что называется, для меня это Пушкин Александр Сергеевич. Ну, я считаю, что никто не превзошел у этого человека не по красоте слога, не по точности какой-то образа. То есть вот как человек подумал, так в стихах он это отразил. Вот в силе этого Пушкина никто не превзошел. А так я очень люблю женщин наших, именно поэтесс. Это и Марина Ивановна Цветаева, и Ахматова, вот, и Есенин Блок, ну, и Маяковский, некоторые стихи, вот особенно я с удовольствием читаю, там, цитирую и все прочее. А также иногда такие гениальные совершенно строки люди пишут и присылают тебе в качестве, там, писем или на интернет-портал, на сайт, что удивляешься вообще, что человек, не являясь профессиональным поэтом, так глубоко мыслит и так красиво выражает свои мысли и чувства. Ну, да, такое забавное стихотворение, я его читаю на концерте. То есть стараюсь всегда, особенно по первому разу, когда в город приезжаю, ценно оно тем, что написал непрофессиональный поэт, женщина когда-то очень давно, даже не помню из какого города, прислала в качестве смс. Стихи такие. От страсти у мужчины кровь бурлила, и женщина с улыбкой на устах сказала, что себя бы разрешила поцеловать, но только в двух местах. О, мужики, святая простота, он к женщине придвинулся поближе и попросил назвать места. Она сказала, в Риме и в Париже. Я знаю, что каждый раз в зал, даже если мы в город приезжаем не первый раз, приходят новые люди, приходит новая энергетика, новые эмоции. И, собственно, в последние годы я этим и дышу. И дышу этой атмосферой. Люди приходят, люди радуются какой-то песне новой, красивой мелодии, красиво взятой ноте, какому-то ощущению праздника, которое царит в зале. Я думаю, что сегодня очень сильно людям этого не хватает. Именно ощущение праздника. Вот это наша жизнь с ее заботами материальными, кредиты, не устроенные в садик дети, отсутствие жилья постоянного, хорошего, которое бы хотелось, а не которое есть сегодня и которое дают. Вот это немножко является каким-то фактором, который негатив вносит именно в страну в целом, в народ. А такие вещи, как концерт, как кино, как литература наша, говорили о поэзии, они как раз все-таки душу нашу, они возвращают в состояние покоя и какой-то гармонии. Вот это самое главное. Пусть не будет эйфории, пусть будет покой и гармония. И мне бы хотелось написать такую песню одну. Не надо, чтобы было 5 или которая бы осталась, именно осталась после меня. И когда-то через 20-30 лет, через 50 лет она звучала на какой-то радиостанции, пусть это будет ретро-радиостанция, неважно, она звучала уже как некая эстрадная классика. Творят многие, многие даже и делают это ежедневно, специально выделяя под это время, допустим, 2 часа я творю в день. Есть такие творцы у нас, и они творят по расписанию. Но это не всегда является залогом какого-то успеха или чего-то, или залогом написания чего-то хорошего. Когда ты выходишь, и ты понимаешь, что люди с каким-то восторгом, упоением слушают твою песню, в конце концерта люди встают, аплодируют тебе, твоему коллективу, то ты понимаешь, что ради этого можно было терпеть какие-то невзгоды и небольшие бытовые трудности. Конечная цель творческого пути, проживание этого пути с людьми, любимыми, которые тебя окружают, которых любишь ты, и занимаемся мы любимой профессией. А третье, третье, это наша жизнь, это нам дал Господь Бог, мы не зависим от этого. Поэтому я настаиваю на этом, что так же, как и я, любой человек, он счастлив, он просто должен это осознать внутри себя и просто жить с удовольствием, видеть, как растут дети, внуки, и жить с удовольствием.